всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня поехала в леруа мерлен чтобы купить цветочные горшки для пересадки бугенвилли и тут на глаза мне попалась такая красавица что я просто не смогла мимо пройти это конечно же орхидея у меня хотя и недавно было видео об орхидея ссылочку конечно я оставлю здесь в уголочке но я не могла вам не показать эту красоту но не буду вас томить сейчас покажу мне даже пришлось встать чтобы его показать какой он большой я честно говоря такой цен видео увидела первый раз продажи вообще и как можно было пройти мимо такого красавца конечно же я за него сцепилась и тем более у него цена такая была хорошая что невозможно было его не купить посмотрите какие шикарные цветы вообще огромное просто и сам он такой огромный весь посмотрите какие красивые цветы да и имеет аромат имеет аромат такой легкий приятный я думаю как раз вот аромат вот вот здесь прямо желтенький мне кажется затем пыльца его она так как раз и имеет аромат орхидея конечно супер вообще представляете покажу какие бульбочки огромное посмотрите и там еще смотрите вот еще цветонос 1 еще раз посмотрите какие цветы а это вот у меня такой беленький он у меня уже давненько живет вот он у меня здесь на веранде и что самое главное он как раз любит перепад температуры вот здесь днем у нас где-то 19 градусов тепла а ночью здесь опускается даже до плюс 8 до плюс 5 градусов и для цимбидиума это самое главное для закладки цветоносов потому что он любит перепад температуры он любит прохладу ночью и вы посмотрите какой контраст на улице снег елочки и он такой красавец вообще он у меня будет тоже здесь на веранде а летом они у меня переедут на улицу летом они будут жить у меня на улице во дворе конечно я скоро сделаю пересадку я хочу для них купить высокие керамические горшки вазоны такие они очень красиво смотрятся их и рекомендуют в таких высоких вазонах выращивать и широких то есть вазон не должен быть допустим но пусть он высокий будет его просто можно наполнить будет керамзита или просто горшок туда-другой в него поставить допустим да но он предпочитает широкий для того чтобы наращивать бульбочки и не глубокие и конечно же грунт идет мелкая кора мох сфагнум ну и все но можно древесный уголь еще положить конечно я дам ему адаптироваться я торопиться не буду посидеть пока в таком кашпо и потом вместе с вами я перевалю его уже на свое место и конечно же цимбидиум любит покушать его нужно удобрять хорошим удобрением для орхидеи ну как обычно можно через полив этого достаточно вообще цимбидиум это очень благолюбивое растение он в общем то любит попить когда особенно идет рост ну в общем весенний летний период зимой конечно он будет отдыхать то можно вообще убрать полив а просто можно опрыскивать и ему это будет достаточно а когда вот начинается уже рост весна тогда уже полив конечно нужно делать больше отпаривать его можно опрыскивать конечно же так как это тропическое растение и конечно же когда он цветет он требует больше влаги чем нежели в другое время года я могу создать для него такие его естественные условия и я не боюсь его выращивать я уверена что он у меня будет свистеть потому что цимбидиум если вот здесь два цветоноса а представляете если там пять-семь цветоносов это же вообще зрелище будет просто в таком бозоне красота такая будет стоять это глаз не оторвать а так я знаю что многие цветоводы боятся заводить потому что он в обычной квартире может не зацвести из-за того что ему нужны обязательно перепады температуры как я и говорила в прошлом видео что меня потянуло на орхидеи если кому то интересно посмотреть мою коллекцию орхидей можете зайти по ссылочке и посмотреть мою коллекцию орхидей ну и конечно же я расширяю видите уже еще один цимбидиум появился покупка я своей очень довольна так что и не удержалась и сняла для вас видео подписывайтесь на мой канал впереди еще очень много интересного тем более пополнение коллекции конечно же будет обрезки пересадки ставьте лайки и конечно же пишите комментарии мне очень приятно с вами общаться увидимся в следующем видео а Субтитры создавал DimaTorzok